Изящный представитель декоративных пород собак, крохотный непоседа с меловидной мордашкой, померанский шпиц. Такую миниатюрную собачку можно завести даже в небольшой квартире. Этот плюшевый медвежонок бесстрашно кинется на вашу защиту, если увидит врага в случайном прохожем. Также померанец – это одна из пород долгожителей. Эти собаки похожи на миниатюрных лисиц. Верхний слой их шерсти состоит из длинных торчащих волосков, под ними густой подшерсток. Поэтому собачки похожи на комочки пуха. Рост взрослых собак от 18 до 25 см. Идеальный вес взрослых самцов – до 2 кг. Самок – 2-2,5 кг. Средняя продолжительность жизни – 12-16 лет. Свет шерсти насчитывает десяток окрасов. Когда-то эта порода была намного крупнее. Вес взрослого питомца достигал 15-17 кг. Они помогали людям в пастушьей работе. Но потом селекционеры сделали ставку именно на миниатюрность. Интересно, что этой породе всего около 120 лет. Это живые и энергичные маленькие собаки, которые очень преданы своим семьям. Померанский шпиц любит, когда его носят на руках и уделяют ему много внимания. Шпицы становятся отличными старшивыми собаками, поскольку громко подают голос. Необходимо соблюдать осторожность при контакте с детьми, особенно маленькими. Переломы ног у этой породы – это не редкость. Несмотря на свой небольшой размер, померанцы очень умные. Они прекрасно поддаются дрессировке и могут выполнять даже самую сложную работу. Например, известны случаи, когда шпицы работали спасателями. В подростковом возрасте померанскому шпицу требуется дополнительный уход, чтобы облегчить смену шерсти. Однако, затем уход можно сократить до пару раз в неделю. Регулярно проверяйте подшерсток на спутывание. Не используйте расческу с частыми зубцами, так как это приводит к его повреждению и нарушает объем. Волосяной покров следует хорошо обрабатывать гребнем с крупными зубьями, а потом слегка расчесывать щеткой. В первое время щенок померанского шпица будет упрямиться и делать только то, что хочет сам. Поэтому процесс дрессировки может затянуться. Но если заниматься каждый день и добиваться выполнения каждой команды, несмотря на протесты, собака начнет слушаться. Главное – настоять на своих лидерских качествах и не позволять собой манипулировать. Многие считают, что дрессировка собак декоративных пород бесполезна, но это не так. Чем больше команд будет в вашем арсенале, тем спокойнее будет питомец в стрессовой ситуации. Например, на прогулках, в окружении более крупных собак или во время визита к врачу. Знание команд снижает тревожность и помогает шпицу быстро переключиться с раздражителя на хозяина. Померанский шпиц подойдет владельцам без опыта. Порода идеальна для жизни в семье. Однако помните, что померанский шпиц обладает звонким и громким голосом. Помимо этого померанский шпиц требует ежедневного ухода и внимания. Если вы хотите завести себе миниатюрного, преданного, активного и веселого компаньона, смело заводите померанского шпица. При выборе щенка уделите внимание следующим аспектам. В норме у щенка чистые, без выделения глаза и уши. Шерсть блестит, невзъерошенная и беззалысен. Живот не должен быть ни палым, ни сильно округлым. Кожа должна быть чистой, без сыпи и перхоти. Поднаблюдайте за движениями щенка. Здоровый щенок активен, его движения свободны. Друзья, на нашем сайте вы можете познакомиться с породой померанский шпиц и приобрести щенка от проверенных и титулованных производителей. Наши ответственные заводчики помогут вам на всех этапах взросления щенка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео было для вас интересно. Пишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся на них ответить. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok